всем привет с вами кекс и сегодня я делаю один из самых любимых тортиков моих заказчиков и лично мой он очень понравился всем моим родным и мы его готовим очень часто украшать его можно по своему вкусу я его и под мастику в принципе делаю это на ваше усмотрение тортик называется воздушный замок для начала мне нужно приготовить безе и бисквит без для безе я буду использовать на тортик диаметром 23 сантиметра 3 белка если уже вам нужно где-то 24 26 сантиметра взбивайте на 4 белка вначале взбиваю 3 белка со щепоткой соли когда они превратились вот такую вот еще мягкую пену начинаю добавлять сюда сахар на каждый белок я добавляю по 2 столовые ложки с горкой сахара вот еще сюда добавлю немножечко ванильного сахара для запаха и взбиваю так пока у меня сахар не растворится и белки мои не превратятся красивую такую устойчивую массу с красивыми пиками вот такими вот острыми обязательно вам нужно добиться этой консистенции для того чтобы ваши безе потом хорошо просохли то есть и чтобы она у вас обязательно получилось вот такие вот острые пики получаются и теперь я буду отсаживать безешки я взяла насадку звезду для того что не в принципе внутрь туда не имеет значение какой формы можно хоть ложкой отсадить без разницы но оставлю часть безешек для того чтобы украсить тортик сверху вот ну и вдруг останутся еще безе мы их просто скушаем что тоже симпатичные были отсаживаю произвольной формы делаю некоторые чуть больше некоторые чуть меньше потому что у нас там не безе внутри будет как бы в два слоя одно на одно положено и чтобы между ними был воздух но не сильно много чтобы разные размеры в общем нам нужны потому что одни должны помещаться между другими простите что вас запутала отсаживаю довольно густо потому что у меня получилось много и потом я еще отсажу на один противень совсем крохотные такие маленькие безешки для украшения с того что у меня осталось оставляя в духовке сушиться примерно на час час двадцать при температуре до 100 градусов слегка при открытой дверце духовки тем временем у меня уже был испечен бисквит сушиться безе и мне осталось только сделать крем для крема я взбиваю масло со сгущенкой и у меня осталось немного шоколадной стружки от украшения предыдущего тортика я решила что это на вкус никак особо не скажется и добавила сюда еще шоколадную стружку просто она у меня была на терку перетертая можно этого не делать можно добавить разницы не имеет у меня был молочный шоколад может она так чуть чуть и вкуснее стало даже вот теперь приступаем уже к сборке торта для начала беру бисквит обязательно бисквит пропитываем можно пропитать сиропом с коньяком неважно можно пропитать с ромом ликером можно просто с кофе можно просто сахарным сиропом значение не имеет как вам больше понравится для кого вы больше будете делать у меня здесь кофейный ликер и сахарный сироп и хорошенько пропитываю тортик для того чтобы бисквит у нас не был сухой рецепт бисквита если вы еще не смотрели это видео ссылочку на него я оставлю в описании это просто мой обычный стандартный классический бисквит и теперь сюда выкладываю где-то треть крема может чуть чуть меньше ну где-то около трети крема но у меня просто кремом я еще буду выравнивать бока если вам бока выравнивать не нужно то вы можете абсолютно спокойно сюда половину крема вашего выкладывать и теперь начинаю выкладывать сюда безе а нет подождите у меня еще сюда пойдут орешки орешки это чуть ли не обязательно сюда нужно очень вкусно здесь именно с грецкими орехами с арахисом почему-то не так с грецкими намного вкуснее орешки я предварительно поджарила и слегка отшелушила от кожуры чтобы она потом у меня в тортике не сильно чувствовалось вот половину орешков я выложила на низ и теперь выкладываю свое безе безе выкладываю абсолютно произвольной форме потому что она у меня будет идти как бы в два слоя торт поэтому и называется воздушный замок потому что в средине как бы у нас большая прослойка безе и между ней как воздух такой получается вы увидите потом о чем я говорю кто еще не делал такой тортик обязательно сделайте и попробуйте он того стоит он очень просто и быстро делается поэтому я думаю что вам точно понравится и теперь начинаю ломать безе и как бы в промежутке вставлять сюда кусочки и потом когда мы будем резать наш тортик он у нас не будет рассыпаться если вы не положите тут слой 5 сантиметров то есть это буквально два слоя нижний слой прилипнет к нижнему крему верхний прилипнет к верхнему и поэтому у вас безе рассыпаться в разные стороны не будет когда вы будете резать торт вот можно сразу изначально собирать в кольце можно кольцо одеть попозже здесь уже разницы не имеет я начала собирать изначально без кольца а теперь уже можно одеть кольцо и не так будет удобно чтобы с боковушек мое безе не рассыпалось вы видите я такой конкретный слой безе ложу а в разрезе потом он не будет таким большим потому что он немножечко еще потом под сядет под пресс я поставлю тортик и он немножечко еще сядет такая вот куча у меня большая безе получается очень легкий воздушный тортик получается у меня еще даже осталось немножко я может сейчас еще чуть-чуть добавлю остальное пойдет у меня более мелкие такие на украшение одену кольцо посмотрю что у меня получается по краям немножечко нужно еще добавить по краям засыпаю в начале орехи чтобы они у меня нырнули тоже в эти промежутки между безе чтобы в разрезе у меня ну как бы в серединке еще были такие орешки попадались и по бокам добавлю еще немножечко без это того чтобы более как кровный слой у меня получился а не горкой все очень легко и просто тортик получается всегда с первого раза тут единственное как бы если вы хорошо уже печете без бисквиты то у вас не должно возникнуть никаких проблем и многих почему-то возникают вопросы по поводу безе на самом деле уже проще не бывает теперь отставила я свой тортик в другую сторону для того чтобы пропитать корж чтобы не попала влага на безе иначе безе начнут таять поэтому пропитываю в другом месте поэтому у нас собственно и масляный крем здесь потому что иначе у нас безе станут мягкими и не хрустящими и у вас не получится уже той воздушности тортика такой как мы добивались пропитываю опять же хорошо этот тортик опять-таки треть крема выкладываю на корж бисквита бисквита у нас здесь всего два коржа я здесь использовала бисквит форме на 24 если я не ошибаюсь и здесь на 4 яйца для того чтобы разрезать на два полноценных не тоненьких коржиком кремом намазали теперь укладываю просто наверх и точно также еще немножечко пропитаю сверху обязательно пропитывайте ваши бисквиты так тортики будут намного вкуснее и они будут более нежными не так сыпаться при разрезы обязательно пропитывайте не забывайте не пренебрегайте этим все теперь в принципе мой тортик собран я его теперь должна поставить под пресс это обязательно для того чтобы безе хорошо подсела у нас и потом не сыпалась у меня это как всегда баклажка с водой где-то килограмма два с половиной три нужно было поставить на тортик теперь когда он у меня вот так подсел вы видите он внутри легкий и воздушный воздух внутри там есть и я его по бокам зашлифую остатками крема вот так вот у меня в общем получилось теперь свой готовый тортик я отправила на ночь в холодильник а уже с утра я его стану украшать за ночь он у меня еще хорошо пропитается станет более вкусным а утром я его украшу и можно начинать кушать я уже показывала как я делала эту шоколадную глазурь кто не смотрел перейдите мое предыдущее видео ссылочку на него я тоже оставлю в описании это очень простая глазурь и для этого тортика она подходит как никогда она очень нежная она не горькая она сладкая не крошится не я не знаю не резиновая такая как на желатине получается глазурь которая для саж это глазурь идеально подойдет для этого тортика особенно если вам нужно быстро я думаю вы должны попробовать если вам нужно украсить тортик приблизительно так как у меня это тоже подойдет прекрасно тортик я буду украшать вы видите у меня сбоку уже на досточке нарезаны всякие все что грубо говоря было дома у меня здесь и маршмеллки лежат у меня там и шоколадный батончик порезанный и вафельные трубочки такие с начинкой тоже порезанные на две-три части в зависимости от того какой размер у вас трубочек этих принципе все что у вас есть хорошо смотрится на вот таком вот тортике сейчас очень модно так украшать тортики грубо говоря насыпью очень много людей просто даже заказывают такой тортик то есть он не обязательно у вас должен выглядеть как домашний вы видите я поправляю еще немножечко потеки делаю красивые вниз потеки у меня благодаря хорошей моей глазури не стекают до самого низа тортика а смотрится аккуратно как на мороженом теперь в принципе можно убегают от меня мои трубочки начинать украшать вот мои остатки безе хочу положить пару крупных штучек таких как большим акцентом и дальше уже начну расставлять меленькие по кругу абсолютно произвольно так как мне нравится единственное мне вначале показалось что их очень много а потом оказалось что их просто идеальное количество остальные безешки которые у меня остались мы просто скушали они не пропадут это точно теперь начну расставлять маршмелки маршмелки я разрезала напополам они у меня крупненькие вот и чтобы они не смотрелись очень хромосткой а были как такие белые облачка я их разрезала напополам и можно теперь вставить и трубочки трубочки они буду ложить а как буду вставлять в лазурь придавливаю ее немножко она туда и продырявит крем как бы будет стоять потом хорошо и теперь начинаю шоколадные конфеты положила еще сюда малинки для того чтобы был какой-то яркий акцент и вот такой вот тортик у меня получился давайте его разрежем я покажу что там внутри чувствуется что внутри он хрустящий он не стал мягким учитывая что он у меня простоял в холодильнике всю ночь но в то же время режется очень хорошо он не твердый он внутри не получается твердым просто я стараюсь резать аккуратно для того чтобы сверху у меня не просыпалось все но вам лучше поставить еще немножечко в холодильник для того чтобы глазурь застыла и все это хорошо держалось я просто режу сразу поэтому у меня немножечко оно шевелится еще посмотрим какой у нас разрезик получается он вот очень воздушный такой внутри очень легкий с орешками прям в нем все есть этот тортик понравился всем его реально очень любят мои заказчики обязательно попробуйте этот тортик если вдруг что непонятно спрашивайте в комментариях подписывайтесь на мой канал и обязательно ставьте пальчики вверх а с вами был кекс до новых встреч пока пока что мы ждем Продолжение следует...